Я претендую Послушные волосы, мокрые в дождь Только ты в этом можешь помочь мне Я претендую на твое сердце бездоказательно Верю, как в детстве, падаю вверх И губами ты ловишь мой смех От юга до севера От холода до тепла Полмира отмеряла и прошла сама Я немецей верила Прощала и верила Искала себя и вдруг в одночасье Я рядом с тобой претендую на счастье Нет, возможно, я ничего не понимаю в современном искусстве, но как врач могу сказать, что с анатомической точки зрения пропорции людей, изображенных на этих картинах, искажены категорически. Там налицо тяжелейшее заболевание позвоночника Атрофия мышц, смещение внутренних органов Марат, это гениально Ты знаешь, я подумала, тебе стоит написать статью в научно-популярный журнал И, как мы ее назовем, сейчас, 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 диагностика опорно-двигательного аппарата в живописи Только если вы будете, мы персональным консультантом Ну, Марат, ты же знаешь, для тебя все что угодно Нет, нет, я совсем не это имела в виду Ты так буквально все воспринимаешь Рекомендации, консультации Марат, я уже не в том возрасте Ну, Софья Николаевна, вот как ваш лечащий врач Опять? Опять? Ну, что? Софья Николаевна, у вас прекрасный возраст Да, действительно, возраст у меня прекрасный А в молодости я могла броситься в волны с головой, страдать А сейчас так приятно наблюдать Сидя на берегу за бурлящим океаном чувства А не скучно? Нет, что ты, Марат, ты же знаешь моих детей С ними не соскучишься? А по-моему, Софья Николаевна, вы просто боитесь Да ладно, чего я боюсь? А боитесь с вашего спокойного бережка Упасть в этот самый гулящий океан чувств? Любиться боитесь? Возможно, и меня, поэтому на дистанции держите Я вот хотел у вас спросить, извините Почему вы так и не вышли замуж после смерти вашего мужа? Вы об этом никогда не рассказывали Марат, это очень давняя история Не хотелось бы об этом говорить Я так устала Сегодня был вечер живописи, а не сказок Спасибо, спасибо за приглашение Ясно, понял, извините Спасибо вам за очень приятный вечер Вы же уходите? Да, гонят Всего доброго До свидания Мам, мне нужно с тобой посоветоваться Посоветоваться? Я не ослышалась Нет, мам Да, конечно, давай А что, если она умрет во время операции? Или сразу после нее? Это будет моя вина В том, что я принял решение Даже если сделают операцию Она Она выживет, но не выздоровеет И Станет этим Овощем Что тогда? Это очень тяжелое решение Особенно, когда речь идет о близком человеке Что мне делать, мам? Я не знаю Ты должен понять сам Своим сердцем Иногда тебе кажется Что действительно Гума не рискнуть А ты хотел бы провести Свою жизнь В инвалидном кресле Да еще подключенным К аппарату А может быть Таню действительно Лучше отпустить Может, достаточно ее мучить Ты так говоришь, потому что Потому что ты никогда не принимала такие решения Ну, почему ты так думаешь? К сожалению, я Очень хорошо знаю, о чем говорю Когда умирал твой отец Я не смогла с ним расстаться просто так Я боролась за него до конца Была очень тяжелая операция После которой он не смог прийти в себя Он умер спустя полгода Но эти полгода были такими, что Все было напрасно Мама, ты мне никогда не об этом не рассказывала Да? Это было давно, Гриша Тогда ты был слишком маленьким Олечка только родилась Я хотела вас оградить А ты Любила его? Очень Может, потому больше никогда Я не вышла замуж Ты должен сам принять это решение Мой мальчик Подумай, вот о чем Сила не всегда заключается в том Чтобы бороться с неизбежным Иногда бывает тяжелее просто это принять Сергей Михайлович Сегодня вам вынесут приговор Очень хорошо Потому что сказать правду Мне здесь уже надоело Шансов на то, что вас оправдают Очень мало Как ваш защитник, я надеюсь, что судья смягчит приговор Учитывая, что вы пытались спасти потерпевшую И принимая в расчет ваши прежние заслуги перед родиной Срок, возможно, будет не очень большим Хорошо, что приговор выносится именно сегодня Почему? Я была в больнице Состояние потерпевшей Татьяны Куликовой ухудшилось Если она умрет, то вступит в действие совсем другая статья Она умирает К сожалению Ну что? Ты так и не ложился? Мам Я принял решение Ты права Я Я должен Я должен отпустить Таню Какое вкусное пюре Ой Антоша кушает хорошо Да, ну мальчик Да Вот молодец А вот и наш папа пришел Да А Антоша кушает пюре Давай, давай Вот умница моя золотая Умница Антошечка кушает Маленький Да Любовь Ивановна, я хотел бы с вами поговорить Да Ничего, Таня Танечка Танечка, наша мамочка Я серьезно Таня в очень тяжелом состоянии Гриша, я сегодня Таню во сне видела Такой хороший сон был Даст Бог вещи Поеду сегодня в Покровский монастырь Давай Там чудо-творные иконы, говорят, есть Помолюсь матушке Здоровья дочери попрошу Может не откажет Она же тоже мать А ты поезжай, поезжай Скажи, Таня, я завтра приеду, ладно? Я и собирался Мне надо с доктором поговорить Но Ты лучше с Таней поговори Это главное Она же все слышит Все понимает Я это чувствую Мам, ну вот как я ей скажу Я не могу, она же верит Да, Гриша, да Ну а что ж ты хотел? Это ее дочь? Я Я поеду с тобой в больницу Спасибо, мам Итак Исходя из вышеизложенного И руководствуясь статьями 116, 121 и 194 Уголовного кодекса Суд Постановил Признать виновным Лакшина Сергея Михайловича В поджоге В покушении на убийство А также в нанесении Тяжких телесных повреждений Гражданке Куликовой Татьяне Суд Приговаривает Лакшина Сергея Михайловича К шести годам Лишения свободы В колонии общего режима Подсудимый Понятен ли вам приговор? Или у вас есть вопросы к суду? Нет, я все уже сказал раньше Я не виновен Приговор суда окончательный Вступает в действие незамедлительно И обжалованию не подлежит Стоять Собаки позабудь Ред какой-то Да уж Гуляет молодежь Ну и хорошо Ну и замечательно Просто супер Начну новую жизнь Дю Ну ты не расстраивайся ты так Вон телек посмотри Киношку какой-нибудь Витя, ты что, издеваешься? Все, никакого кино в этом доме Хватит Так, ёлочка, все, я полетел Я полетел Пока Мусор вынеси Вот вы спросили Люблю ли я людей Вы знаете, очень Очень Я вообще по натуре Мягкий Ранимый человек Страшно привязываюсь к людям Которые меня окружают Разлука с ними всегда дается Для меня непросто Но, к сожалению, в этом мире По-другому нельзя Мир кино Это ужасная Страшная вещь Которая перемалывает человека Выбрасывает его И уже никому не докажешь Что ты был когда-то Хорошим артистом Козёл Ой, Витька разъява Что-то забыл Иду Тетюль, здравствуйте О, это ты Трудный ребёнок Что, забыл что-то? Всё, мусор вынесли Тетюль, простите меня, пожалуйста Ой, знаешь, что простите? Меня, между прочим, уволили А меня и из дому выгнали Я не могу с него же Он меня задолбал Ладно, садись Рассказывай, что случилось В общем Ты голодный? Нет Сейчас Спасибо большое Ладно Давай пошёл Чё спотыкаешься Пошёл, пошёл Пошёл АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН Оружие на землю! Оружие на землю! Лежать! Оружие на землю! Лежать! Всем лежать! Лежать не кто на землю! Лежать! Лежать! Граф, уходи! Быстрее, Серега, быстрее! Спасибо! Лежать! Лисо вниз! Запрыгивай, уходим! Внимание, внимание! У нас побег! Внимание, внимание! У нас побег! Бижон заключён! Никаких изменений? К сожалению, единственное, что может помочь, это операция. Ну, я уже говорил. Да, да, что это очень опасно. Я, я не знаю. Мы решили, что операции не выйдет. Мы отказываемся. Хорошо. Тогда нужно подписать документ. Вчера отец опять приехал, меня привёз, а с матерью опять поссорился. Так он-то потом свалит, а мне ещё с ней там неделю пьянки её терпеть. Она сначала нормально водки выпила просто там, песни пела, веселилась, а потом как разревётся, давай вспоминать, как она отца любила, как в ноги его бросалась. Ты извинялась перед ним, а мне что-то кажется, что не любила она нифига, просто он бросил её. Да. Мне его так жалко стало вчера, я даже с ним чуть не подрался, а потом просто из ногу свалила и... Я с твоим отцом тоже как-то чуть не подралась. Серьёзно. Козёл, правда? Да. Ты можешь ещё чай мне? А, конечно. Сиди, сиди, я сам, я сам сейчас иду. Бери, бери, всё что хочешь. Георгий Водовенко, слушаю. Знаете что? Вы отвратительный человек, ужасный и гадкий. Алло, кто это? Я не могу разговаривать, у меня съёмки. Знаете, кто это? Это ваша бывшая помощница. И у меня находится пока ещё небывший ваш сын. И приезжайте быстрее, понятно? Потому что у него беда. Я не могу говорить. Подожди, да, иду я. А ещё вы двуликий, вы напыщенный и вообще ненавижу вас. Я перегоню позже. Это всё? Да. Скажите, я могу её увидеть? Это ваше право. Гриш, может не стоит сейчас? Ты, ты всё сделал правильно, но это так тяжело. Мам, я тоже. Я сам пойду. Сам. Ну, вроде оторвались. Пока они ту машину обнаружат, пока суд доделал. Вот за что я люблю нашу доблестную полицию, так это за неторопливость и основательность. Гриш, спасибо тебе. А я уж было решил, что ты все шесть лет будешь шлямку тянуть. По-честному, из принципа. А, Серёга? Понял теперь, где твоя справедливость? А куда мы едем? Скрываться от идеалов. Есть одна хатка надёжная. А потом, рванём на запад. Нет, Воп, разворачивайся. Мне нужно к Тане в больницу. Что? Совсем сбрендил? Давай я тебя лучше обратно в тюрягу сдам, пока недалеко отъехали. Мне очень нужно её увидеть. Адвокат сказал, что она умирает. Я должен с ней хотя бы попрощаться. Нет, это без меня. Не пойду я. И потом, я звонил врачу, он сказал, что этой твоей Татьяне можно там какую-то операцию сделать. Ну, есть шанс, что она выживет. Но там муж её уперся. Так. А вот с этого момента поподробней. Тётюль, давайте я, наверное, уже пойду, потому что я не помешаю. Нет, сиди. Я звонила твоему отцу, подумала, может, совесть у него проснётся. Зачем? Серьёзно? Давайте я пойду, у меня мама дома одна. Я сказала нет. Он всё равно не придёт. Видите ли, занят очень. Да он всю жизнь занят. Совести у него нет никакой. Была бы совесть, может, уже бы денег матери на лечение дал бы. А вылечить можно? Понятное дело, там этих клиник, честно, как собак нерезанных. Самое главное, она же раньше вообще не пила так, там, шампанское символически на Новый год. Могла выпить. Добрая, весёлая была. Сейчас вообще непонятно, что превратилось. А много денег надо? Да нет, там, для начала немного, там, самое главное лечение начать. Потом уже, может, она сама поняла бы, что пора завязывать с этим со всем. Митя, 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 сейчас, 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 секундочку мне тут. Вот. А что такое? Ну, мы с Витькой копили на дом, хотели с бассейном. В общем, на лечение это важнее. Ты вообще, с ума сошли, я не могу этого. Я говорю, бери. Копили? Это важнее. Мы на этот дом ещё будем сто, а может, и сто двадцать лет копить. А матери, они нужнее. Я видела такие случаи. У нас вот в городе тётя Зина была продавщица. Так она это, она тоже так, шампанское на празднике, а потом замёрзла пьяная возле забора. А у неё трое детей. Их потом в детдом забрали. Ну, в общем, бери. Ну, чё, чё, ну, капец, ну, я не знаю, ну, крутая, конечно-то. Я не знаю даже, о чём говорить. Спасибо вам большое. Да? Я тогда пойду, наверное, к матери скорее обрадую. Так, ну, да, я тоже. Давай, только спрячь. Да-да-да, конечно. Чтобы... Спасибо тебе, пожалуйста. Дверью хлопнет, а? Ага. Крутая. Вот она как называется теперь. Крутая. На. Что я делаю? Иду. Привет, где он? Где этот сукин сын, а? Поздно. Он ушёл. Как ушёл? Вот так вот. Куда ушёл? Я же со съёмок сорвался. Ну. А что у вас произошло здесь? Ну, если вам хоть немножко интересно, я вам объясню. Присаживайтесь. И... Ей не больно? Нет. Я просто не хочу, чтобы она страдала. Моему отцу сделали такую же операцию. Он не выжил. Жива. Кто вас спустил? Ты что здесь делаешь? Ты же в тюрьме должен быть. А я уже освободился. Готовьте её к операции. Ну, родственники подписали. Вы не вправе принимать такие решения. Я муж. И я решил. Ты решил её убить? Я говорю, готовьте её к операции. Да что ты себе позволяешь? Какого чёрта? Я позвоню в полицию. Они пускай приедут и сами всё решат. Надо ей подозвонить. Сядь. Доктор. Что? Ты... Если нужны какие-то бумаги, так муж сейчас новые подпишет. И ты ему дала денег, да? Конечно. Я не такая бессердечная. У него отца нет. Так хоть мать будет. Не надо мне денег. Каких денег? Смотри. Это кто? Это женщина, которая катится в пропасть. Несчастная алкоголичка. Мать Мити. Моя первая жена. А выглядит не так уж и плохо. Конечно, неплохо. Я же ей оставил квартиру в центре города. Я ей оставил такие алименты, на которые можно было содержать троих детей и одной расфуфыренной дуры. Поверь мне, она ни в чём себе не отказывает. Ну, разве что только в сигаретах и в алкоголе. А да, ещё кофе не пьёт. По её словам, все эти радости жизни плохо влияют на состояние кожи. Ты же понимаешь, у неё вся рожа в подтяжках. Мужа себе ищет богатенького. Так, а Митя сказал, что она... Митя сказал. Говорил, что она... Митя патологически врун. Даже несмотря на свой переходный возраст. Я, конечно, пытался как-то повлиять. Говорил об этом матери. Говорил, что если он не прекратит врать, он закончит свои дни в кутузке. А ей же всё по барабану, только салоны и рожу красить. Ты понимаешь или нет? Тут я прекратил давать ему карманные деньги. А он ничего, молодец. Хорошо устроился. Заделался Альфонсом. На шее усердобольных овечек. Да? Это же были все наши деньги. Простите, я вас со съёмок сорвала. А ничего. Съёмки это. Подождут. Бог с ними с этими съёмками. Пусть снимают кого-то другого. Кого хотят. В спину. Куда угодно. Статиста, а отряд не заметит подмены бойца. Не знаю, для кого всё. Для чего. Сплю по четыре часа в день. Ем из каких-то пластмассовых судочков. А хотите, я вас покормлю? У меня суп есть и... пюре с котлетками. С котлетками. Последний раз я ел такое пюре с котлетками у своей родной мамочки. Я сейчас. Давай. Давай, давай. Серёга, ты не понимаешь, что ты делаешь. И тебя посадят, и меня. Это всё не шутки. Из-за какой-то бабы так собой рисковать. Володя, Володя. Серёга, всё, край, уходить надо. Но нельзя больше здесь. Нужно дождаться конца операции и узнать, что с ней. Узнаешь из мест не столь отдалённых. Я тебе письмишко черкну. Я не понимаю, ты-то что за неё так беспокоишься? Какая тебе разница? Тебя всё равно посадят. Мне нужно, чтобы она жила. А тебе нет? Ты же вроде как её муж. Я хочу, чтобы всё это кончилось, понимаешь? Чтоб она перестала страдать. Чтоб тебя, наконец, уже посадили. Чтоб я мог жить нормально, понимаешь? Нормально. Слушай, а тебе не кажется, что он уже проговорился? В смысле? Ну как же. Ты лавку не поджигал, так? Но кто-то же её поджёг. А кому это было выгодно? Как не этому нашему уставшему мужу, который очень хотел, чтобы его жена умерла, а тебя, Серёга, посадили далеко и надолго. И только тогда он смог бы жить полноценной жизнью. По-моему, всё очень логично. Калис, это ты? Я ни в чём не виноват. Есть решение суда, всё доказано. Это он поджёг? Это он. Он. Ну что? Как она? Пациентки была удалена. Доктор, пожалуйста. Только давайте сразу, по-человечески. Всё хорошо. Серёга, когти рвать надо. Мне нужно её увидеть. Ну, она ещё под наркозом. Мне не важно, чтобы она меня видела. Я должен её видеть. Попрощаться. Хорошо, её сейчас привезут в палату. Спасибо. Ей говорю, Ларисочка, так уже никто не ходит. Так никто не ходит. Девушка, извините, пожалуйста. Вопрос жизни и смерти. Алло, здравствуйте, милиция. Я знаю, где находится сбежавший Сергей Лакшин. Да, он в седьмой больнице. С ним сообщник, они вооружены. Приезжайте, пожалуйста, скорее. Да. Таня, ты же меня слышишь. Танечка, мне нужно будет уехать. Возможно, мы больше не увидимся. Ты, главное, береги себя и Антошку. Жизнь – несправедливая штука. 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 Ох, не нравится мне всё это. Ещё этот хмырь, так называемый муж куда-то пропал. Слышишь, похоже, полиция. Да ладно, может, от скорой, мы же в больнице. Что вы, по-твоему, сирену скорой от полиции нет? Да чего? Да грач, ты чего? Давай сюда. Здравствуйте. Не торопись, а то успеешь. Я вам покажу. Юль, встречай, у меня сюрприз для тебя. А что за праздник? Праздник твоего увольнения. А, ясно. А чего шепотом? И почему так темно? Это что такое? Витя. Ну, он очень устал. У него завтра съёмки, пусть поспит. Здесь? Ну, а где ещё? Ты вообще не думаешь про наш кинематограф? Я думаю, что этот кинематограф спит в нашей постели. Тссс. Он сегодня поспит, завтра уйдёт. И всё, и забудем это. Пожалуйста. Ну, не знаю. Ну, хорош. И витя. Чудом ушли. Так, сейчас за город. Там у моих корешей дачка есть. Хорошая дачка. Тёплая, со всеми удобствами. Перекантуемся. Перекантуемся, а там... А Гриша этот. Ещё тот фрукт. Ты уверен, что это? Она же его жена. Серёга, ну ты меня просто поражаешь. Жена. А твоя жена что? Вот так вот. Ну, а, кстати, не факт, что он эту твою барышню убить хотел. Не, он не убийца. Он какой-то скользкий такой. Неприятный. Трус. Не пойму кто, но не убийца. Да игрок он, грач. Я разговаривал с ним незадолго до пожара. Хотел, чтоб он, не знаю, остепенился, что ли. У него долги были. Татьяну из-за него тоже пугали. Ну, вот видишь, долги. А лавка-то эта наверняка была застрахована. Это элементарно, Ватсин. Вот видишь, как мы с тобой быстренько всё. А ты тоже. Справедливость, суд. Так если всё это правда, надо заявить, Вов. Пересмотреть дело. Ага. Давай, вернёмся. Проведём расследование, найдём преступника. Серёга, ну нельзя же быть таким наивным. Обратно мы доедем до первого поста ГАИ. Дальше тебя посадят на шесть лет. Плюс три за побег. И будешь ты писать с зоны письма. Обвинять в них своего Гришу и требовать справедливости и возмездия. Ну что, возвращаемся? Так, значит, ещё раз. Вы утверждаете, что Лакшин после побега явился сюда и провёл тут пару часов. Это он ждал, пока операция закончится? Вы меня уже об этом спрашивали. Да, он был здесь. Ну и как вы, ну как вы думаете, зачем он так рисковал? Если он хотел убить потерпевшую, если он хотел убить потерпевшую, если вашу жену, Таню, как, кстати, у неё здоровье? Лучше. Врачи говорят, что, послушайте, да какая разница? Вы должны преступников ловить или что? Получается, что Сергей, это он какой-то прям молодец. Татьяна, вот говорите, на поправку идёт, ну, просто чудеса. Он угрожал мне и моей жене. И он должен понести наказание. Должен-то он должен. Просто. Просто. Да, хозяева, ну-ка, давайте подъём с переворотом. Гутен морген, как говорят наши европейские друзья. Здрасте. В смысле, с добрым утром? Утро добрым не бывает. Кстати, молодой человек. Ага. Вы знаете, что с вашим словесным недержанием во сне вам закрыта дорога в разведку? Ибо как болтун находка для шпиона. Ну, я как-то и не собирался. Гоженька, а вы уже встали? Да. Ну, как вам спалось? Отвратительно спалось, Юленька. Просто отвратительно, кстати. А я вам завидую. Я завидую, что вы где-то нашли вот этого болтуна. Потому что я бы ни за что не женился на женщине, которая храпит во сне. Я просто глаз сомкнуть не мог. Извините, пожалуйста, я не специально. Да нет, а вы меня извините. Я у вас в холодильнике нашел бутылку шампанского. Это мне на завтрак, да? Это прелестно, весьма прелестно. Правда, красной икры я там почему-то не нашел. Не знаю, куда вы дели красную икру? Между прочим, это шампанское я хотел подарить Юле. Это ужасно просто. А икры у нас нету. Очень грустно. Это очень грустно, когда в доме нет икры. Юля, ты чего сидишь? Ну давай быстро, быстро собирайся. У нас через полчаса встреча с немцами на канале. Давай, 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 быстро, быстро. Я сейчас. Гоша. Между прочим, вы ее уволили. Везде. Юля, ну скажи им, ты же все решила. Витенька, там, понимаешь, будут представители немецкой кинематографии. И что? Если все пройдет хорошо, Гоша поедет сниматься в Германию. А там и Европа, а там до Голливуда, недалеко, понимаешь? Витенька, ну пойми. Три минуты, три минуты, Гоша. А там и до Голливуда, недалеко. Как же здесь красиво. Так спокойно. Хорошо. Утром мне привезли твой новый паспорт. Вот, держи. Ты теперь гражданин Белоруссии, Илья Матвиенко. Чего? Нормальная фотография. И фамилия, ничего. Поменяем прическу, очки. Никто не догадается. Возьмешь билет до Питера. До Питера? А дальше? А дальше в Финку. Потом из Финки с пересадкой во Франции в Йоханнесбург. Поживешь там пару лет с неграми, пока все не устаканится. Ясно. Ну и что я буду там делать в этом твоем Йоханнесбурге? Вот. А вы, гражданин Матвиенко, едете по системе, все включено. Поэтому вас там не только встретят, поселят и напоят, но и предоставят работу. Мне уже звонили. Говорят, им нужен нормальный мужик с опытом. Во. Я криминалом заниматься не буду. Даже не уговаривай. Да за кого ты меня принимаешь? У тебя теперь новая жизнь. Да расслабься ты. Им нужен начальник службы безопасности. Приличный бизнес. Как по мне, даже слишком. Ну что, ты согласен? А какие у меня варианты? Спасибо тебе. Ты меня из такой передряги вытащил. Да ладно тебе, Серега. Жизнь за жизнь. Ты меня когда-то спас. Я тебя сейчас. Считай, что в расчете. Серега, ну или как там тебя теперь? Считай, что ты умер и заново родился. Ну и как там говорится, в добрый путь. Человек родился! Да! Таня. Танечка, ты мне слышишь? Танечка, ты в больнице. Все хорошо. Я долго спала. Страшный сон какой-то. Таня, все хорошо. Теперь все хорошо. Я рядом. Я знала. Знала, что меня кто-то любит. От юга до севера, От холода до тепла, Полмира отмеряла и прошла сама. Я не лицемерила, Прощала и верила, Искала себя, И вдруг в одночасье. Я рядом с тобой претендую на счастье. Вместе дышать и друг друга касаться, В твоих руках каждый день просыпаться. Жить, быть счастливой, Быть счастливой и просто любить. От юга до севера, Прощала и верила, Искала себя, И вдруг в одночасье. Я рядом с тобой претендую на счастье. Счастье, Счастье, Я претендую на счастье. На счастье, Я претендую на счастье. Субтитры создавал DimaTorzok